Аминь. Вести свете и истины, просвещая, освещая всякого человека грядущего, мирно знаменится на нас в свет Петра Твоего, и в нем будет свет непреступный. И исправи стопы наших, деланию заповедей Твоих, молитвами Пречистое, Своей Матери, всех святых Твоих. Аминь. Сбранной Двоей будет победительная, якая из вашихся злых, Благодарственная воскресуем Терабит Твоей Богородницей, но и окоимущая держава непобедимую, от всяких нас для свободы дозовем Ти, радуйся, невеста ненебесная. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Тебе, Сынный, Святому Духу, и не пресняй, и вови Тебе, и вови Тебе. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, истинный Бог, наш молитвен пречистся, Своей Матери, всех святых Своих помилует, и спасет нас, как облак и человека любит. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Из беседы святителя Иоанна Златоустова. Есть воскресенье и есть страшное судилище. Но если от частого собеседования воскресенья ничего не приобрели они, то есть иудеи, то постараемся приобрести мы. Захотим ли мы неправедно богатиться или похитить что-нибудь, или сделать другой какой бесчестный поступок, тотчас приведем себе на мысль тот день, вообразим то судилище, и эта мысль сильнее всякой узды сдержит дурное наше стремление. Будем постоянно говорить и себе, и другим. Есть воскресенье, и нас ожидает страшное судилище. Если кого-либо увидим тщеславившимся и надбивающимся настоящими благами, скажем ему то же самое, и объявим, что все это останется здесь. Если опять увидим другого удрученным скорбями и унывающим, выскажем ему и то же самое, указывая на то, что скорбям будет конец. Если также увидим кого-либо преданным беспечности и лености, представим ему опять то же, выставляя на вид, что нужно будет отдать отчет и обеспеченности. Эта речь лучше всякого лекарства может уврачевать душу. И подлинно есть воскресенье, и воскресенье у дверей, недалеко, но близко. Еще немного, говорит Павел, и грядущий придет и не умедлит в послании к евреям в 10 главе. И в другом месте всем нам должно явиться предсудилище Христова, послание к Олимпинам. То есть и злым и добрым, тем, чтобы пред всеми потерпеть бесславие, и этим, чтобы пред всеми оказаться еще более славными. Как здесь судьи и злых наказывают, и добрых воздают честь открыто пред всеми, так точно будет и там. Чтобы для одних было больше стыда, а для других больше славы. Будем же представлять себе это каждый день. Если будем иметь это в мыслях, то ничто из вещей настоящих и приходящих не удержит нас, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Будем же непрестанно говорить и себе, и другим. Есть воскресенье и суд, и отсчет в делах. Пусть, говорят, и все те, которые допускают судьбу, и они немедленно освободятся от этой гнилой болезни. Ведь если есть воскресенье и суд, то нет судьбы, сколько бы они ни спорили и ни припиралися. Аминь. С миром Божиим. С миром Божиим. Продолжение следует...